Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Мне кажется, что я очень сильно завидуюсь своему молодому человеку. Я постоянно хочу быть во всем лучше его. Когда у него что-то происходит хорошее, я вместо поддержки и хороших слов начинаю обижать, обзывать и говорить, что это ерунда. Подскажите пожалуйста, что мне делать, как избавиться от этого, мне самое уже плохо. Чувства поганые, ведь головой я понимаю, что все это неправильно. И вижу, как он меня хорошо всегда поддерживает. Спрашивает Екатерина. Ну, давайте мы начнем с того, что избавляться ни от чего не нужно. Не самая-то лучшая история, не самая-то лучшая идея, от чего ты избавляешься. Если у вас присутствует зависть, значит она для чего-то вам нужна. Это не хорошо и не плохо. Это лишь означает, что вам, вероятно, нужно в своей жизни что-то менять. Ну, вот, что называется, пришло время. Вы же пытаетесь усидеть в данном случае совершенно очевидно. Скажем так, привычной позиции. То есть вы, как бы, ну, пытаетесь остаться в привычном для себя состоянии. Вот. И в итоге из этого ничего не получается. Вот. Хорошего. Для вас. Вот. Соответственно. Соответственно. Что хочется сказать. Зависть связана с тем, что человеку чего-то хочется, но не просто хочется. Не просто хочется человеку. Человек что-то может. То есть вы будете завидовать тогда и только тогда, когда есть основание полагать, что вы можете что-то из того, что делает молодой человек. Зависть. Это история. Это история. Это история. Именно история. Про то, что вы можете. Но, ограничиваете себя. не позволяет себе делать то, что могли бы, то, что хотели бы, и в итоге вот, ну, сливается негатив на молодого человека. Ну, а как иначе? Хорошо еще, хорошо еще, что сливается негатив. Если бы не сливали негатив на мужчину, заболели бы, было бы плохо вам, появилась бы психофоматика и так далее. Вот. Да, естественно, есть и другая, вероятно, мотивация, согласно которой вы можете пытаться быть лучше, чем ваш партнер. Эта мотивация называется страх быть брошенной и заниженная самооценка, в парадигме которой вы считаете, что если вы не будете лучше своего мужчины, то он вас бросит, найдет другую и так далее. Вот. Здесь я бы сказал с этой точки зрения, что вы слишком привязаны к мужчине, вероятно, а слишком в близких отношениях к мужчине. То есть это, по сути, можно назвать, ну, типа, слиянием. Психо-эмоциональным таким слиянием. Вот. А впервые появляются мысли, что он вас бросит, но вы эту мысль на самом деле формируете из своего желания его бросить, потому что он слишком близко вам, слишком близко с вами в формате личных границ взаимодействовать. Вот. А может быть и такой расклад, такой расклад. Понятно, что может быть у вас есть определенный опыт, когда, если ты не лучше кого-то, то тебя как-то вот подавляют, да, тебя как-то вот обесценивают, когда тебе говорят о том, ну, какой ты плохой и так далее. То есть здесь можно сказать, что если у вас есть травма, психологическая травма, то эту психологическую травму нужно проработать. Да, вполне возможно, что эта история у вас из детства, вполне возможно, что эта история у вас связана с родительской семьей, отношения с которыми вы сейчас, получается, не до конца прожили, да, и вот когда возникает такой эпизод, 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 где, вот, есть какие-то успехи, да, вот, есть успехи вашего, например, мужчины, вот, когда возникает такая история, то у вас запускается комплекс, то есть это не связанные между собой переживания, но образующий вот этот самый комплекс за счет некого такого связующего эмоционального переживания, да. То есть, например, если человек будет и будет раз за разом, ну или несколько раз сталкиваться с последовательностью следующих фактов, сначала успех, потом оскорбление, то есть кто-то рядом добился успеха и меня оскорбляет. Вот вы, ну, сталкиваясь с таким опытом, приобретаете комплекс реагирования, комплекс, ну, неудачный, скорее, вот, в данном случае так можно сказать, то есть, есть, как бы, отдельно сценарий неудачника, неудачницы, а здесь именно вот комплекс, комплекс, комплекс такой может быть, но его еще стоит выделить, то есть необходимо понимать, что, что я сейчас говорю, это просто положение, да, нужно смотреть, что и как у вас конкретно происходит, по такому маленькому количеству материала нельзя судить ни о чем с полной уверенностью. Дальше, вот вы и говорите об этом, что начинаете его обижать, обзывать и говорить, что это ерунда, то есть обесценивать. Хорошо, если вы и так делаете, то давайте разбираться, что вы с этого получаете? Какой вектор приобретают ваши эмоции и чувства вот в этой ситуации? Чего вам хочется добиться через обесценивание, обзывание и причинение обид? Между прочим, обесценивание, обзывание и причинение обид – это то, что вы делаете сами с собой, то есть это то, что вы направляете изначально на себя, но переносите на молодого человека. Но вот интересно, что все, что вы ему говорите – это про вас. Вы так же относитесь к себе. Вы относитесь к себе так, обесценивая себя, обзывая и обижая. То есть это разновидность аутоагрессии. Вопрос в том, кому она предназначена. Допустим, для молодого человека вы так не считаете, что он достоин такого, например. Или в других ситуациях, где у вас нет повода его оскорбить, вы подавляете агрессию, подавляете то, что вам не нравится, возможно. Так что анализ ваших отношений может показать, насколько вы свободно полноценно себя с ним чувствуете. Понятно, да? Понимаете, про что здесь идет речь. Вот. Но предположим, что при молодого человека вы не считаете, что он достоин тех слов, которые вы ему говорите. Но несмотря на то, что вы так не считаете, вы все равно ему говорите. Потому что у вас есть определенные эмоции, определенные чувства, которые возникают. Вот. Предположим, что вы на молодого человека направляете то, что думаете сами о себе. Но. Про кого еще бы вы могли так сказать? Только не я про молодого человека. Попробуйте подумать. Да. Ваше чувство – это чувство вины. Но не только. Вероятно, это страх, который вас бросит. Вероятно, что-то еще. Вот понимаете, это самое поганое чувство, о котором вы говорите, это претворение. С одной стороны, вам чего-то очень хочется в этом чувстве. С другой стороны, вы это себе запрещаете. Потому что не знаете адекватной формы выражения этого. Понимаете, да? Поэтому прежде чем говорить о том, как избавиться от этого чувства, нужно в целом историю вашей жизни изучить. Потом историю отношений с молодым человеком. И только потом смотреть, как можно скорректировать то, о чем вы говорите. Какова природа вот этого самого чувства. Потому что вариантов и оснований для этого может быть довольно много. Вот. Как вы поняли, я надеюсь, из моего ответа. И хотя причина мной не ставится во главу угла, да? Тем не менее, для того, чтобы помочь вам прожить то, что не прожито, желательно знать какие-то части вашей истории. Вот еще один вопрос. А насколько у вас открытые отношения с молодым человеком. Я имею в виду, насколько они свободны, насколько они естественны, насколько они импульсивны и так далее. В конце концов, как реагирует молодой человек на то, что вы ему говорите и поясняете ли вы ему, как бы, свои основания для того, чтобы так ему сказать. То есть, говорите ли вы ему об этом, что вот я тебе завидую. Да? Я тебе завидую. Ведь зависть, она, как вы понимаете, разная бывает. Может быть, зависть из субъективной истории, когда я завидую, потому что чего-то боюсь или не хочу каких-то последствий. А может быть, зависть объективной истории, когда у тебя есть то, чего нет у меня, и я этого очень хочу. Вот. На самом деле, второй вариант больше созвучен тому, о чем я говорил в самом начале своего ответа. Но, повторюсь, несколько-нескольких вариантов. Нужно посмотреть, какой из них более подходит вам. Причем, я бы не пытался вам, Екатерина, самостоятельно ответить на этот вопрос. Потому что вы всей картины не видите. А вот при работе с психологом, вы как раз таки сможете во всем разобраться. На этом, я думаю, можно закончить. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые посылаты для психотерапии. Страти.